Привет, вы Валс, Александр, я думаю, что вы большая молодец, с одной стороны, что задаете вопрос, лучше все-таки, наверное, проконсультироваться, да, получить какую-то обратную связь по тому, что вас беспокоит и приводит нежели, чем... спонтанно звучат какие-то действия, которые потом могут причинить какой-то вред, да, и так далее. Во-первых, нужно разделить максимально четко ваши собственные переживания, переживания фактически и фактические переживания вашего ребенка. Ваши собственные переживания никак не должны касаться переживания ребенка от слова «совсем». Условно говоря, страх, стыд, тревожность, любое-любое чувство, помимо какого-то желания своему ребенку чего-то хорошего, необходимо прорабатывать самостоятельно в изолированной от ребенка форме. То есть вам свои чувства зажимать и подавлять ни в коем случае не нужно. Их можно и нужно выражать, но можно и нужно их выражать даже ребенку не в контексте вот этой ситуации, которую вы описали, а в контексте просто того, что вы эти чувства испытываете. Ваш ребенок взрослеет, ваш ребенок получает новый опыт, зачастую даже уникальный новый опыт. И он активно развивается. То, что с ним происходит, это не совсем может быть классическая норма. Прям если норма, все-таки влюбляться, наверное, в одноклассниц. Ну, бывает и такое. На что есть причина? В первую очередь, основная причина в том, что ребенок либо подавляет свои чувства, подавляет свою спонтанность. То есть более взрослым, более взрослым себя чувствует, чем он есть на самом деле. Из-за этого цикотеет к более взрослым людям. Соответственно, чувство у него вызывает более взрослые люди, более взрослые женщины. Либо ему требуется внешняя установка границ, что, опять же, он видит в объекте своей любви. Я не говорю, что это единственные причины. Могут быть причины и другие. Такие, например, как импринт. То есть некий из запечатленных образ, который есть у ребенка и который наложился на реально существующего человека. Тем самым вызвав влюбленность. Но это маловероятно. То есть это менее вероятно. Не маловероятно, но менее вероятно. Случай такой довольно специфичный. И я, конечно, не знаю всей ситуации, потому что вы не описываете никаких подробностей, никаких нюансов этой ситуации. Вот. Но тем не менее. Поэтому все можно сделать. С одной стороны, зафиксировать возможные основания для возникновения подобного чувства. Основания постараюсь. И постараться скорректировать поведение ребенка так, чтобы вот эти моменты, о которых я говорил, чтобы они были приняты во внимание. С другой стороны, любовь, любовь скорее всего безответная, влюбленность, нуждается как правило только в проживании. И здесь именно вот разговаривать в плане того, что в такой форме построения диалога, как, например, сынок, нам надо с тобой поговорить, или сынок. Я хочу с тобой поговорить. Подобная форма разговора не приведет ни к чему хорошему. Только личность родит ребенка. И, как вы, в общем-то, очень верно подметили, может подорвать доверие к вам. Поэтому здесь уместно было бы использовать активное слушание, там такой навык, такой метод общения, активное слушание. И я сообщил. Я сообщил. Вы можете найти это в книге Юлии Борисовны Гиббинрейдер «Общаться с ребенком как». Почитайте. Вот там она написана достаточно попробована и доступна. Вот. Вот в таком форме можно с ребенком общаться. То есть, как это происходит? На бытовом уровне. Предполагается, что вы в известной степени изолируете свои чувства. То есть, не будете перекладывать ответственность за них на ребенка. Но вы можете говорить о своих чувствах, что вы тревожны, что вам грустно и так далее. Без обвинений, без претензий. И также вы можете констатировать определенные переживания, определенные состояния вашего сына. Например, вы можете сказать. Ты рассеян сегодня. Ты грустный. Ты задумчив. Например. Ты нервничаешь. И так далее. Этого, в принципе, будет достаточно. Для того, чтобы показать сыну, что вы умеете, что вы поддерживаете его. Если он начнет вам что-то рассказывать. Советов ни в коем случае давать нельзя. Можно только вот констатировать свое состояние и его состояние. Вот. И что-то посоветовать можно только если ребенок попросит. Если ребенок попросит к нам, а вот там, посоветуй мне что-то. Но здесь есть тоже один нюанс. Связанный с тем, что говорить об этом ему нужно не с вами, а с мышиной. С мышиной нужно говорить. И здесь, конечно, всплывают некоторые дополнительные нюансы. Например, где отец ребенка? Например, если у вас не сложились отношения с отцом ребенка, то он не требует ли вы неосознанно быть от ребенка более взрослым. Что идеально вписывается в одну из основ... Ну, в одну из причин возникновения его чувства к женщине старше него. То есть, как бы, тут все взаимосвязано. И повторюсь, не нужно как-то контактировать с ребенком по такой важной теме, если вы не уверены в том, что без переносов, без претензий, без некого давления, да, на него не обойдется. Неной. То есть, труба, нужно вот разобраться в себе. И уже после этого помочь ребенку просто прожить этот период. Период, безусловно, непростой. Период, безусловно, связанный с потрясением. Особенно если ребенок находится в подростковом возрасте. Вот. Это крайне непростой период. И нужно помочь ему именно прожить, быть рядом, оказывать поддержку, но не мешать развитию ребенка. И относиться с уважением к любым его решениям, которые он примет. Если только это откровенно не преступные решения, если это только не откровенно вредные решения, которые, ну, как бы, откровенно могут навредить, да. Например, там, допустим, пойти разбить там окна квартиры своей возлюбленной. Например, если ребенок говорит такое-такое, то вы, опять же, можете высказать. Ну, не то, что даже вот не одобрение, а сказать, что мне очень грустно, что ты хочешь это сделать, да. Я чувствую, что ты хочешь это сделать, да и так далее. Вот. Такой вот момент. Ну, в книжке, в книжке, которую я порекомендовал, написано об этом. Подробнее. Вот так. Такой вот момент. То есть глобально ситуация может быть неплохим поводом для пересмотра, пересмотра отношений между вами и вашим сыном. Ситуация может быть неплохой основой для пересмотра своих жизненных ценностей, для пересмотра своих жизненных проблем, для пересмотра своей позиции, может быть, для корректировки позиции, для корректировки ее, для корректировки своей позиции жизненной. Ага. Что касается ребенка, то ему лучше разговаривать с мужчиной. Но эта тема не с женщиной, с мужчиной. Потому что, ребят, честно, с мужчиной, и, соответственно, мужчина его лучше поймет в этом смысле. Вот так как женщина будет восприниматься здесь, скорее, как, ну, как оппонент. В ряде случаев, конечно, может быть и обратно, но, как правило, так. Поэтому лучше поговорить и лучше мы разговаривать об этом смысле. Вот, в принципе, такая история. Хочу сказать, что ничего морального нет на всякий случай, в том, что происходит произошло. Ничего повторного нет в том, что произошло. И при адекватности, при адекватности поведения, как со стороны вас, так со стороны женщины, в которой влюбился ваш ребенок, можно все это все разрешить максимально благополучно. Конечно, совсем без обид, совсем без негатива и без боли не получится, но это необходимо. Вот, но, повторюсь, ничего морального в этом нет. Ничего плохого, ничего запретного в этом нет. Это точно вам нужно знать. С другой стороны, конечно, возникает вопрос, если ваша система ценностей подобно не укладывается. Здесь вопрос уже о вашей гибкости, о способности принять и что в таком духе. Ну, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok